И вновь пришло время того самого, на краю города в кризисе, города-чудовище, где биологическая, интеллектуальная и искусственная система, ну в общем-то, называется Биас или Байас находится. Никто не знает, что происходит внутри Байас. Можно услышать только ничего, кроме глубокого его дыхания внутри Байаса. Единственный способ вызвать это обесчеловечить себя и взглянуть в сторону кровопролития. О да. Все так и есть. Так вот, в этот раз мы продолжим в какой-то виде свои приключения за персонажа. И в общем-то, в предыдущей серии, на самом деле, намного чего дало, помимо того, что обновило карту. Во-первых, ну, во-первых, нам дало нам уровень. Я не знаю, как с нами будут общаться другие охотники. Либо через это, через некоторое время, как они это самое, как мы уровень поднимем, это я не посчитаю, что мы достойны. Пока что мы, типа, вальшки, даже одного этажа не пошли. Неизвестно, правда, как далеко они зашли, но в целом, вот такие вот ситуации. Но, во-вторых, я думаю, у этого меча, с которым я им делал, есть куда более интересное предназначение. Видите ли, до этого я считал, что это всего-очного всего, как бы сказать, вещь, чтобы продать и потом приобрести, что-то клевое. Но на самом деле, его можно вполне грамотно использовать для фарма монстров, даже второго уровня, я думаю. Поскольку вещь буквально стоит 3 штуки, оттого очень и очень и очень выгодная. А потому, разработчики, видимо, специально поставили эту вещь, чтобы ее специально нашли. И чтобы, потому что, если убить 15 штук, а они дают по 100 бестпоинтов, как мы помним, то все же, если 15 штук убил, получил уже фонарик. Так что имеет смысл, и в следующий раз мы поиграем, проиграем, взять-таки этот меч в свое личное пользование. И таки, в общем-то, применить его под назначением. А потом, проходя при этом, коридоры слепую. Так, тут ямы нету. Хорошо, я скакнул, кстати. Внезапно. Интересно, чего вы это? А из-за того, что я, смотрите, что-то смотрю на восток. И за странным причинам. Видимо, тут тоже вертелки есть. Вот этого я не знал, что тут есть вертелки. И они меня завертели. Не нужны мне сторону. Поскольку мне нужна крайне верхняя дверь. В общем, первую мы получили, а что нам это дало? Вот еще вопрос главный. Умирает ли они быстрее? Вот я что-то не обращаю внимания. Вообще, по-моему, я кое-что слышал о другом, кое-чем. Давайте-ка на секунду. Во-первых, проверим, правильно тут. Да, правда. Так вот, торнадик есть. Или не знаю, что это нас разворачивает на месте. В общем, такая вроде как ловушка, которая нас поворачивает на месте и мешает жить спокойно. Но, во-вторых, по-моему, сейчас мы проверим одну вещь. Для этого нам надо вернуться непосредственно в город. Да, ничего интересного, я понял. Да, в телотиповом увеличен encounter rate. Просто так не могу постоять. И ничего такого спокойного сделать. Ого. Я не уверен, потому что мы бы сильнее стали. А знаете, почему я не уверен, что не сильнее себя так было? Сколько, по-моему, нам нужна, как в любой стандартной такой грамотной рпгшке, свои статы вручную, это самое, повысить. Где дверь? Там дверь. В общем, карта первого этажа, по крайней мере этой зоны, пока что мне не обязательно. По штуку давайте посмотрим наш статус. Так, не о чем разговаривать. Кредит у девятьсот, исполнен девяносто один, еще и это... Что на свое счет? Только карантер класс какой-то. И, в общем, остальные статы у нас, как и были, на это самое. Вначале так и остались. И это меня, должно сказать, ловко волной, поскольку статы у нас каким-то образом должны увеличиваться. По-моему, у доктора их можно купить. Пусть там и говорится, что там восстановить статы. Но мне кажется, нам придется за них отдельную плату заплатить. Что неприятно. Ух ты, зараза какая. Как узнал о том, что этот монстр делает, признаюсь, сразу он страшнее стал в разы. Это не стало страшнее. Ну, давайте посмотрим. У нас статы, ну, судя по экрану, не увеличились. Поскольку раньше, чувак, дох скольких? С трех, выстрел с четырех. У нас оружие послабее, наверное, там больше трех. Я хочу, чтобы он дох быстрее, не меняя при этом оружие. Это нам поможет в дальнейшем фарминге. Но, опять же, это на втором этаже обитает не только легкий день, но и легкий уровень, как мы знаем. Это, по сути, одно и то же. И в мире скримера. Поэтому давайте Вич Квилл обналичим себя. 62. Так, теперь к доктору. Так, пробуем установить силу. Попробуем, начал опять. Да, силу увеличено. А сколько мы сможем ее увеличить-то? Сколько нам дано? Давай еще опять попробуем. Хорошо. Я буду пытаться по-прежнему. По-протому, пробую другие статы. Но силу, по-моему, интереснее посмотреть с самого начала. Окей. Продолжаем. А сколько я могу ее выречить-то? Замаксить могу? А я могу купить полностью все статы своей себе? Ну-ка, продолжим нашу экспериментацию. Потому что я не прочь потратить деньги на статы. Если они так уж дофига дают. Весьма не против. Да, и здоровье у нас увеличилось. Или оно... Я, кстати, не обращаю от него. Есть там максимальный порог. Потому... Потому... Хо-хо-хо-хо-хо! ХП-шки-то мне все нужно. Я не против даже полностью обнулиться. Это такое радость-то. Интересно, можно ли мне это сделать, пока у меня характер-класс был меньше одного? По-моему, нельзя, поскольку какой-то смысл в уровне даже должен быть. Ну, характер-класс, по-моему, это хантер-класс. Что такое? Ну-ка, давай еще заплатим. ХП-шки мне нужны. ХП-шки мне очень важны. Пожалуй, наверное, самое важное, что мне в этой жизни нужно, собственно. Извините за прямо ту... Ээээ... Вот скотина. Вот скотина. Деньги взял, а нифига не увеличил. То есть порог какой-то есть. Да. Вот верхний порог достигнут. А гилку я могу повысить теперь. Или у меня все замахшено. Да, у меня все увеличилось до 20. То есть все на 10 увеличивается. И за это надо отдельную плату производить. Я, в принципе, не скажу, что против. Тем более деньги... Текут считаются второго, у меня считали рекой. Надеюсь, все это будет очень выгодно. Так, еще на следующий случай проверим. Потратим 5 рублей, что нам жалко. Притом деньги берет скотина, а? Сволочь. Ничего не делать, но деньги берет. Стандартный хрыщ. Окей. Окей. Тут же сразу заплатим 50. Не знаю, что эти статы дают, но если так пропорционально их увеличивать, то, в принципе, это, наверное, и не важно. 20 хп-шек. Что ж, радость-то какая-то. Какая же радость. Это все сделает намного проще. Самое главное теперь... Лучше, это жизнь приятнее стала намного. Но вот мне самое главное, чтобы оно увеличило мою силу оружия. То есть мне не приходилось покупать новое оружие. Каким приятным оно не было. Чтобы увеличить мою силу боя, так сказать. Ну-ка, давай-ка и проверим. Этот червяк должен умереть, по идее, с перстаном удара. Нифига. То есть не шибко нам это увеличение силы помогло. Так все стандартно осталось, как и было. Ну да ладно. Наверное, надо еще пару уровней подобрать, чтобы этого года легче убивать было. Но в прошлый раз было три удара, поэтому какой-то прогресс имеется. Еще было бы у нас стандартное оружие. Наверное, это прогрессия покупать дальнее не особо надо было. С другой стороны... С другой стороны, дальнее достаточно полезное. Так. О, ПК-шка. Ее-то надо убивать быстро, по идее. Ну и заодно мне надо меньше промахиваться по монстрам, а остальные статы за это как-никак не отвечают. Фига-то, быстро выстрелил. Я чуть не оглопушился. В общем, такие вот пироги. Надо полностью поисследовать, пока у меня ХП-ш хватает второй этаж. И, возможно, если у нас не повезет с Мэдом, и он по какой-то нечаянной случайности умрет, на следующее прохождение мы будем слепую бродить, на фонаре накапливать уже на втором этаже. С этим самым мечом, который очень выгоден, как я понял. То есть, разработчики оставили нам очень легкий способ гринда. Вообще, мне надо было эту бомбу купить вообще. Этот спиндаггер нафиг продать, поскольку мне он, ну, признаюсь, не нравится совершенно. Тут яма, я не помню. Да, ее нет. Поэтому, думаю, блин, даже не знаю, вернуться и продать эту самую фигню, чтобы купить оружие, с которым, возможно, я этих лохов с самого удара убил. И же накопить на что-то еще помощнее. Я думаю, правильный ответ накопить еще на что-то помощнее. Чего бродить туда-сюда. Не добясь никакого результата. Вот там, видите, у меня в карте ничего не нарисовано в этой зоне, потому что я, честно говоря, не знаю, что в этой зоне вообще делать. Есть смысл пока в нее ходить. С другой стороны, у меня есть многое здоровье, чтобы пережить массу лазеров. А там, я помню, было много коридоров с возможными лазерами. Поэтому эта ситуация была... Она и мешает мне по-человечески вернуться и рассмотреть, что там в этой коридоре нормального есть. И знаете, вот в предыдущий раз мы это обсуждали. Я ожидал, что комплекс Биас, ну, по логичности какой-то, будет находиться в... Ну... Под это... Под землей. Ну, поэтому, наверное, его и не могут взять так просто. Потому что... Как бы я, возможно, не понимаю совсем, но если он находится над землей, как можно через какой-то институт, какое-то здание, которое довоенное еще, до атомной войны, в котором нет ни окон, ни дверей. Ну, одна дверь входная. То есть, какой-то бункер такой специальный. А ведь это, по сути, какая-то большая исследовательская фигня. Так, статы не особо прибавили эффективности. Ну, да ладно. Лишние статы сегодня не мешают. Самое главное, хп-шек тебе больше. И это чудовищно важно. Так вот. И имеет смысл, ну, как бы, плюсы в новом времени. Почему, собственно говоря, это Биос внешне не разбомбить? Или как-то, я не знаю, подорвать снизу фундамент, чтобы уничтожить все подряд? Я понимаю, возможно, правительство хочет, и кто-то платит деньги за то, что мы этот Биос деактивировали. Хочет сохранить там древнюю технологию, ее переиспользовать на благо человечества и все такое прочее. И это похвально. Но все же, если это был какой-то подземный бункер, это бы объясняло, как он пережил ядерную войну, и как он вообще существует, собственно. Я чуть-чуть забыл, наверное, забыл, все. В своих расположениях. Ну так вот. И то, что этот комплекс имеет много этажей, по структуре своей имеет мало смысла. Но он имеет много смысла со стороны геймдизайна. Поскольку я, кажется, понимаю, что они хотели этим доказать и сделать. Это вот этот коридор. Видите ли, у меня есть предположение, и оно, скорее всего, себя оправдает, что одна игра из-за игровых механик, которым являются дырки, в которые мы падаем просто так, будет играть, сыграло бы не столь важную роль, если бы комплекс КБ. Вот я удивлялся еще, что почему я не проваливаюсь на этаже более крутые КБ. Я ожидал в этом быть главная опасность дырок. То есть ты на первом этаже ходишь, в начале игры, а потом внизу падаешь на второе, кто-то крякает на тебя убивает. Ты не знаешь, как забраться назад, и как выбраться. Но на самом деле, по-моему, все более-более ужасно. Поскольку падать-то мы будем не увидев... Ну КБ, это было бы выгодно по-своему, если бы у нас было с первого, вот такого, начального, нубского уровня, сразу на второй. Но разработчики решили все сделать, по-моему, по-другому. То, что эти ямы будут провалить нас на нижний этаж, я думаю, само свойство ям надо на это указывать. А это означает массу неприятных вещей. Конкретно то, что если все это верно, и все, что не может проваливаться сквозь ямы на этажах нижним, это будет означать, собственно, то, что... Как вы понимаете, что карта в этой игре одна из самых важных. Я так думаю, что в этом, собственно говоря, сомнений, в принципе, и не было. Но. Как вы должны понимать, до этого не столь все было. Ну, как бы... Я так думаю, что разработчики нарекая выпускали... Ну, тогда была практика выпускания журналов гидов, на котором были всякие карты. И карта в этой игре это 50%, я думаю, всего успеха в ней. Фига у тебя защита, козел. Фига у меня защита, козел. Все-таки дальнее оружие очень слабо. Это будет препятствовать моему успеху дальнейшему. Потому что даже с этой позиции мне выгоднее его подпускать, чтобы он... Что его фаербол более непредсказуемый, когда он на такой средней дистанции. Не совсем близкой, не совсем далекой. То, что... То есть ближнее оружие орудия рулят. Ага, тут еще по краю дырка. Какая... Какая неприятность. Ну, что делать? Ну, еще есть обязательная дырка. Это самое. На выходе отсюда, ну, на коротком пути. На длинном пути, возможно, нет, но зачем использовать длинный путь, когда можно хп-шку потерять просто и это... Одну. И выбраться. Оставили они эти дырки, как я посмотрел на карте, очень правильно, чтобы невозможно было покидать эту комнату и получить повреждения. Если ты хочешь воспользоваться коротким путем, конечно. И торнадики эти поставили, чтобы это сбивать с толку людей. Так, не юкнусь. Вешалка, вешалка. В общем, будем смотреть, куда нас вернет это самое. Я так думаю, потому что, видите, в левом это самое. Часть моей карты есть такая зона, которая, мне кажется, поворачивает просто восьмерку делать само на себя. То есть, они... Там еще коридор вверху есть, но он как бы возвращается сам в себя. И кажется, если мы будем с других этажей падать на этажи нижние, я понимаю, зачем эта функция существует. И еще неприятным прогнозом поделюсь, то, что я надеюсь, что дырки с одного этажа на другой действуют только на один этаж сугубо. Потому что, во-первых, это бы... Хотя, с другой стороны, это бы не имеет смысла, если там дырка на дырке. То есть, на втором этаже есть дырка, и на той же зоне, на третьем этаже тоже дырка, и имеет смысл, что я буду приятелся с третьего этажа на первый. Это будет более неприятно. Я также думал, что это будет больше хп стоить. И если я в первый раз так упаду, ловко, меня это очень-очень сильно обрадует. Но в целом-то, я, видите, более осторожная игра, даже, чем в предыдущий раз, потому что ссыкотно, признаюсь честно. Ссыкотно. Чем больше прогресса делаешь, тем ссыкотнее хочется играть. По понятным причинам. Все, не отпустишь меня, да? Это вы, вы, прошлый век, товарищи. Я еще не получал с пирожди от новых монстров. Кто знает, может, они меня даже с 19 хпс на удара снимут. Это было бы неприятно. Но риск и нерворд, как говорят в Америке. То есть награда, в общем-то, no pain, no gain. И больные награды. Выгни все, фармите именно на втором этаже. Да, конечно. Так вот, второй этаж, начало встречать на это односторонняя дверь? Конечно, односторонняя. То есть, так и вот все, я и думал. Надо было удостовериться. Итак, там у нас коридор, который в тупик идет. Да, а выход у меня отсюда, потом налево и так далее. Поэтому сначала пойдем сюда таки. Ух ты. Это что у нас? Это точно монстр? А, это какой-то нам конкурент? Фигасия. Это же человечище. Неприятность какая. Человечище с дофига защитой. Под козел. Что-нибудь защиты дофига и все-таки их уконов и прочего, это такая вещь неприятная, признаемся сразу. И уже началось у нас. Кто-то за тебя дает много очков, да? Если я до терплю. А я до терплю, козел, ты не думай. Все-таки надо новое оружие купить сразу же. Немного поисследуй, тут совсем чуть-чуть. Потому что эти бои, чувствую, будут невыносимыми. О боже. Честно, подумал, что это босс какой. Почему мы воюем вообще? Что вообще такого ценного может быть в Бесе, что за что должны приходить бандиты? Существу говоря, как ты прошел-то сквозь эту... сквозь охрану. И в общем-то, как видите, мое дуальное оружие себя не окупает совершенно. Следовало остаться с ближним, особенно на таких вот этажах. То есть, что казалось слабостью двоих иных мечов, то оказалось на самом деле их силой. Видим, боевая система, да, показывает свои маленькие зубки в том, что я могу обладать такие функции с монстрами более высокого руля, чем я. С одной стороны, приятно, конечно, что меня просто из-за того, что у него числа больше, чем у меня, монстр меня не убивает. Весьма приятно. С другой стороны, ну, не сказать, что все это ошибка скилова, то, что я делал. На самом деле, противоположностью скилловому. Ой-ой-ой. И вот так подобный фарм я, разумеется, буду, если уж приспичит мне умереть другим героям, оставляться кадром. Ну, тут я просто передать-передать атмосферу игры, так сказать. Ну, зачем ему столько хп, сколько ему дали, столько защиты, сколько ему дали. И вообще, это безобразие. Как видите, у меня большинство проблем в том, что я по нему промахиваюсь из-за слабых садов, как я понял. На что пытаются меня разработчик, что второй этаж настолько крутой, что мне надо это самое еще пофармить на первом, на два уровня. Это уж, извините, издевательство. Я считаю. Попрыгивай. Попрыгивай давай. Ну, ты даешь. Кромах, промах, промах. Поверху стрель, пожалуйста. Вот, козел. Попрыгивай. 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 Двойной, это самая вещь, которая за три штуки. Три штуки, дамы и господа. Стоит, наверное, все пошло бы куда проиграть. Быстрее. Поэтому не стоит особо печалиться по поводу того, что это, возможно, чит, на самом деле. Вот знаете, что бы неприятно на этом этаже отравиться. Поэтому отравленные вещи я точно не беру. Какие притягательные они бы не были по понятной причине. Интересно, есть ли какой-то телепорационный девайс, который бы позволил мне во время игры вот просто так взять и на выход протонуться в случае отравы. Вообще, на самом деле, антидот был бы неплохо помнить и про натинатечки, если бы они как не тут называются. Честно, пацан, по-моему, кракен быстрее пивался. Ты босса, что ли? Потому что это босс, дамы-господа. Потому что его статы это что-то с чем-то. У тебя что, миллион очков дают? Было бы неплохо. Ты бы сразу развернулся и ушел. И знаете, что будет самое неприятное? Если он сейчас возьмет такой, а рейдер убежал, да? Это было бы максимально неприятно. Но надеюсь, монстры у нас не шибко боятся такого высокого уровня, который на самом деле не монстры, а человеческое существо. тем неприятнее то, что мы делаем. Не знаю, что мы человеков убивать будем. Или он мутационный какой-то человек. Блин. Оу. Хоу. Ну что сказать. Прелестно. Очень и очень прелестно. Весь прогресс таки на смарку, да? Но, это дает нам Мэтт погиб смертью храбров и погиб за дело. Поскольку теперь мы возьмем за новую вещь. И в этот раз попытаемся таки достичь второго этажа с мечами и с мечами будем этого гада мочить. По той же схеме. Ударов ему потребуется дофигащи, в общем-то. И в этом сомневаться не приходится. Но, что делать? Суть, в общем-то, в этом. Поэтому, что ж, ждется у чемпиона. Что сказать могу? Что тут даже можно сказать? Так, как назовем теперь нашего дорогого чемпиона? Наверное, поскольку у нас был до этого чеси только. Давайте я все-таки возьму старого доброго чизи. Да? Так, ну давайте это вернем сначала в стандартную процедуру. Я все-таки вырежу момент, когда мы достаем меч, собственно. Поэтому просто топ-эмпайрес, все дела. Меч я достану и когда я вот его рекупирую, тогда начнется наша игра, собственно. Теперь мы экипировались и готовы к нашим приключениям дополнительным. Приключениям в темноте. Что ж, эээ, это давно следовало ждать в целом-то. И поэтому, что ж, в этот раз все, я на правом иду на второй этаж, накопить на уровне и на фонарик. И посмотрим, насколько эффективно будет это стратегия. Так что, напролом, на всех плевать, на все плевать. Вообще, неплохо, неплохо. Надеюсь, это все-таки был босс. Надеюсь, мы еще раз показал, что я ему в лицо дам собаки такой. Само собой, с одного удара. Это же меч, нифига себе. И будем проверять, насколько он эффективен против монстра второго уровня. Я надеюсь, очень, потому что мне очень нужно вернуть свой прогресс на начальную вот точку. Да, убирать с одного удара. Красота-то какая. Сколько ударов мурит этот гад? Давайте проверим. Я уже демонстрировал, сколько этот Туинсворд бьет. Защита будет по-прежнему волю. Но в целом, я думаю, эээ... Так, подползай, подползай. Стесняйся. Ползи, ползи. Два удара. Да-да-да. Все тут пойдет, думаю, как надо. Так, если я тут пойду напрямую, вот приеду. Ладно, ладно. Пит так пит. Я не против, в целом. Не сказать, что слишком против. Главное, чтобы он у меня не проворачивал. Все, что прошло. А что прошло? Давай, теперь надо мной порастреливай. Молодец, козел. Теперь еще раз надо мной. Молодец. Красавчик, два удара. Такого козла ударился в сену. Да-да-да. Пока что наше приключение в темноте проходит более чем успешно. Тем более, картового места я сделал, поэтому, в принципе, никакой особой опасности быть не должно. погнали. Червячок, перстачок. Плохо, что он не выстрелит, пока это... Меня это пугает, я боюсь, что на какой-то сценарий припрыгну каким-то удачным днем. Ага, ты вернулся, гадик. А почему ты вернулся? Тебя раньше-то не было. Или ты решил испытать удачу? Я с вами на середине драться буду, чтобы дочь летала. Что думаете, я дурак? Защита, конечно, у тебя максимум, козел. Ничего. Знаете, по-моему, вот это самый должный путь действий. Вот это, я понимаю, вот это жизнь. Вот это какой-то прогресс неизбежный, так что... Шутка ли? Меч за это самое. За парочку тысяч. Все, разработчики продумывали. Все ради этого и было. Давай-давай, эта темнота меня не пугает. Не шугает, и не мстит. Главное, выдержать тех монстр второго этажа, и, в общем-то, я буду, да, шоколадным. Так, теперь главное доориентироваться нормально. Ты вроде должен стенку врезаться, если так все правильно понял. Асид слайм, как страшно. в сути все еще, это не страшно, но уже не столь. Два удара, шутка ли? Думаю, в этом суть. С самого начала игры, которая будет проигрывать снова и снова. шутка ли? Теперь по стене, теперь мы сюда. У нас пока не разменуло. Не совсем так дориентироваться. А, да, я вообще на другую сторону. поскольку там закрытая комната. Секрет, который... Так, мне еще развернул, хотите сказать. Да, развернул. Да-да, там дырка была, я чуть забыл, потому что у меня на карте ведьма неправильно нарисована. Ибо это не одна этажа, где бы там еще одна дырка была, чего я, собственно говоря, не могу отрицать. Но пока не в состоянии подтвердить. Так, отлично. Нас развернул, значит, мы уже в правильном месте, где можно разворачиваться. Ай, по верху. Молодец. Красавчик. Ну, мне красавы не надо. Ну и на север, почему бы не на север. Теперь на посток. Чего? По-моему, мы что-то перепутали. Что-то явно перепутали. Я немножко сбился, почему-то посчитал себя слишком умным. С другой стороны, мне не шибко жалко хп, поскольку, как-никак, в любом случае, я труп. Да, видимо, я развернул так ловко, что я даже не понял того, что это. И, по сути, а, да, не надо на вест, наоборот, развернуться. А я думал, на ист. В общем, такая вот небольшая пробелка. Ну, бывает. Главное, бои достаточно простые, и, думаю, это способ такой, нормальный самый, для осуществления всего, что нам нужно. не, 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 поверху давай. что пока все самые главные монстры еще бьют поверху, потому что мне это дает возможность использовать грамотно, на середину сразу прыгнуть. да, 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 давайте в него под козлы. Что, мне нужно с 1500 от всего уйти, как минимум. Как 1500 наберу на втором этаже, так сразу пойду. Вы видите, если все будет так же здорово. А, тут еще лестница сама в темноте с вами сводит. Ну, как следовало ждать. Так, козел ты тут? Нифига, по-моему, он обычный враг. Эээ, хе-хе-хе-хе. Ты ж больно бьешь мувик Дефессора, да? Я тоже. Козлина. И теперь, мы думаем, в настоящей позиции, чтобы с ней бороться с монстром второго уровня таким вот образом. Ага, хорошо, ты поверху стреляешь пока что. Ага, продолжай поверху стрелять, пожалуйста. Ничего. Ничего, я потерплю. такое издевательство над собой. Главное, чтобы давали очень много опыта. Хочу очень много совособных козлы. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Урод. Что у нас тут? Вообще, приключения пока неприятно. А есть другая дверь покажет нам на выход, поскольку теперь я не совсем уверен, как мне отсюда выбраться. ух ты, бараш козел ведь. Он ведь это, поверху не стреляет. Вообще, пока что самый скучный дизайн монстров. Просто одноклассный бараш. С другой стороны, рейдер еще скучнее. Просто стандартный рейдер броней. Разве мощный при этом? Эх, мне путь попал. Ну, я выиграл 75. Еще немного даешь, козел. Мне нужно около сотни, чтобы все нормально было в моей жизни. Так. А, да, я круг сделал. Ну, я не против делать круга. Тем более, это просто тот же самый путь. Просто а ты что делаешь? у меня вообще неопонятно сейчас. Могу забудь. Да, это все старая добрая зона. Просто немного сплоховал. Я у выхода таки подожду, но опять стандартные гады. Стандартные гады менее шибко интересны. Нужно гады поинтереснее и интенсивнее. Смотрите, для этого стандарта когда сейчас умру своими мечами. Самый если вы не будете попадаться если дура я сейчас не буду убегать в страхе от меня это будет невыгодно. Еще не собираю свой уровень и свой прогресс который до этого дела. давай чизи ты сможешь пройти эту игру возможно до конца там где мат не преуспел чем отомстить тому козлу рейдеру может не подожди пока его встреч сволочка почему фэтма теперь появился главный той же точки интересны что предыдущий раз пацан не шибко интересны мучерный для битвы и не шибко интересны две худшие комбинации давай рейдер появляйся акубитаться надо окей что машина так это опять по земле бьет только нет у меня пускай считаешь жанки по сути по-английски это какой-то наркоман что-то вроде этого тут видимо не подразумевается либо машина которая убирает мусор или в самом деле робот-наркоман фиг его знает в том случае надеюсь за тебя много платит давай-давай-давай главное не убирать козел как бы братья акробаты другие сволочи будь как барашек барашек не убирает так 75 ползучие твари не что ли выгодны опять это сам ты ору что вы тут делать уже слабаки в чем тут обитать только мне время мое время терять драгоценное главное сколько же мне надо чтобы опять не хочу из них драться просто не хочу хочу отомстить Том и еще помню этот самый Кракен хоть там фига кем-то много опыта ну это другое уже дело и по верху не плевать рано и поздно попаду козел как казалось сложно попадать в роботов то смотри что большие сияющим глазам мечами как я промахиваюсь вещом это другой вопрос прям прицеле стоящий мной причем многократно видим наш персонаж на ранних уровня такой вот лох хорошо он поверху часто стреляет те поверху бьют они нормально за те кто понес за них опыта мало и все прочее за это больше я уже могу предупредить что то что тяжело мочить главное не убегая козел к тебе мое почтение у рейдера того собаки наверное жадничьи чувствую паттерн некий ощущаю на себе меня он не радует совершенно рейдера попасть и играть, сшугаться, но с другой стороны я быстрее. Это тут вообще промах практически никаких, что не может не радовать, но, боже, хочется отомстить этому гаду. Тот как не убегал, или они, чем меньше у них хп, наверное, они так запрограммировали, тем больше вероятность, что они убегут. По барашку я просто больше умудряюсь попадать. Где он? Я был уверен в том, что он босс какой-то, но на деле это фигу знает, просто редкий, наверное. Главное, сколько ходов у меня оригинец-то будет все. А он мне со мной говорить не будет, я еще первого уровня. Этаж. Ммм, дай ему плевать. Не знаю даже, о чем, какое ключевое слово перед ним припинять. Вот он ты, казнь, старая добрая. Хиллер пошла, пошли, не кратер. Ты, 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 ты. Без юмор. Ситуация. Давай, ты щедро даешь. Правильно. 105. Вот это я понимаю. И еще второй, просто праздник какой-то. Уверен, если они по мне попадут, будет такой себе праздник. Ну. Уверен. Уверен. А теперь. Еще раз. Отпрыгай. Еще раз. Отпрыгай. Теперь ты в моих лапах, козел. Нравится вроде никакой, я сами по роже стреляю или не стреляю. Такой же набор. Уверен. Давай. Найс. Да это я понимаю. Еще пять штук у вас таких. Все, я свалил отсюда. Может и в коей-то ведь порединись даже. Давайте, появляйтесь, товарищи. Сменись. Извинить, что ты с волочей-то... Он, наверное, тоже редкий, такой, кейлер. В общем, это товарищ по врождению тоже не сшибка, надо. Вообще, почему я убегаю от него, но... Точнее, от него не убегаю от барашкова, а убегаю, ну, потому что хотя бы... Я уверен в том, что я выживу хотя бы, битый против него. При ударе он сколько? Четыре бьет? Три или четыре бьет, так. Клос одинаковый. Фраза. Попробуем. Мугу, окей. Два. Да, бесполезно вообще. Он, аж тыс наш, очень глупый дипокарь, или просто мисковый хантер-класс. Я считаю, с мугуру не подберем, наверное, они что-то интересное начнут говорить. А пока что. Ну, по крайней мере, мы знаем, что они у второго этажа дошли, до второго этажа дошли. Че-то там делают. Ух ты, милый робот. Эко низкий, да? Сфинкс. Фегасия. Ползи уже. Столько различных тварей тут. Нет, мне меньше поворачиваться. Меня это радует. Чуть-чуть буквально поворачиваться, мне везет. А мне везло, походу, да? Очень. Да. Как говорится, типунтийный язык. Ползай ближе. Я рисковать не буду. Самая близкая, как можешь. Ух ты, фига себе, паузу поражал еще. Пришим стрелять. Видишь, как и коварные. Они могут быть. Найс. Сфинкс, ты меня радуешь. Хоть ты и не искобьючий враг. Делик по-прежнему. Вот ты. Вот ты, сволочь. Пришло время виньетных собак. Плевать на твоей защиту. Сейчас урою, козел. Все хорошее, просто все плохое. Давай. Не зря у тебя ублюдок в имени. Нарекли тебя. Трус, черт. Ладно, еще поквитаемся. Главное, я знаю, что он не босс. Так что это тоже, как-никак, важная информация. Ух, 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 это был близко. Рискованно она толстоила, я думаю. Я думаю, она толстоила. Найс, нас, нас, нас. Еще три раза и все, и свалим отсюда. Здесь мне хоть одна хп-чика приемеется, а то как-то жалко особо так бродить. Главное, фонарь будет куплен. И мы за полчаса буквально установили то, что буквально за те же полчаса в предыдущий раз, ну за час, делали. То есть сохранили буквально половину времени. В принципе, гринд второго этажа возможен, и это самое главное, что я хотел из этого всего подчеркнуть. Самое главное, на уровень мы накопили. На статы вроде тоже накопим. Нет, на статы не накопим. Раз статы я надеюсь, пути назад соберу немного. Мне по идее надо даже не полторы тысячи отсюда выходить, а с двумя тысячами. Совсем что-то, у меня не критичен пока фонарик, очень сильно. Вообще, это то, что я просто хожу и формлю. Так что оптимально, надо туда с двумя тысячами выходить отсюда. Потому что мне еще надо на статы скупиться по ручку. 50 штук на каждую стату, а и всего 4, то есть буквально 200 с дополнительной галты. То есть 1700. А, он заборожал, козел. Видите, надо ждать сигнала защиты. После этого уже можно творить непотребности. Но, как же, как же так, а? Как же так? В общем, я таки сохраню гринд. Оставлю за кадром, потому что на это смотреть, думаю, больше невозможно. Чизи пал смертью храбрых и, в общем-то, гринд оставлю за кадром. А дальше уже мы начнем, собственно говоря, до гринд, до фонарика. Соберу фонарик, соберу уровень. И потом мы с вами вернемся. С дуном героя, с новым чемпионом. Вперед, Джим. Ситуация с фонарями очень опасная. На самом деле, это мне, собственно говоря, полторы тысячи и нужно, собственно. Поскольку в начале-то игры у меня есть 500. Поэтому, в общем-то, их там можно. Единственная опция. Здесь раз в игре надо забрать фрд. И, в общем-то, покинуть все. Хотя, конечно, 500 опыта, да, нужно для прокачения статов. И, в общем-то, да. Ситуация щекотливая. Но, в целом, это показывает еще раз то посвящение разработчиков к этому. Нет. Водин Биас. К все продуманности всего происходящего. Поскольку у нас, вначале, 500 монет, полусутина, надо только тысячу набрать. Но есть еще дополнительный опыт, который мы должны тратить еще. На самом деле, для опыта нужны тысячи, а плюс бонусы. Ищи разновидности. Я могу убежать с щитом, оказывается, все это время могу убежать. Могу ли я убежать с щитом, упрыгнувшись, что было бы еще эффективнее, чтобы я вообще не ломался ни о чем, когда уходя от монстров. Это мы сейчас проверим. Уж не могу. А то я могу прыгать. Наверное, прыжка интересная, могу убраться. Будем сейчас использовать методы нашего победа. Как бы. Не, что это прибавляет, что-то и убавляет, поскольку время побега-то у нас имитированное. Поэтому сомневаюсь, что это мало на что вообще это влияет. Влияет вообще-то на что-то. В общем, ситуация печальная. Все на втором уровне убивает вместо одного удара, и при этом мне надо много-много-много-много-много-много-много-много-много-мочить. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да? А теперь мы в самую кашу попадаем Ге обитаю всё самое зло Вот он ты Вот он ты... Тот самый ты, который я так горячо ненавижу Вот так вот, тэнк тюнинг, уж терпение и труд, главное не слишком резкий. Да, дистанция не подходит. Джим отомстит за Меда и еще кого-то, за Чизи. Бедный Чизи, он такого не заслуживал. Понимаю, игра была не очень. Подобного рода мучения ему не к лицу. Не знаю, он вполне попадет однозначно, вместо ты не какие-то свои, чтобы от него клониться. Что-то еще. Сам подлавы ведь. Потому что первые кадры полета сверху я не вижу. Потом я могу предрассудительно дать там. Еще пытается обмануть мне. Тут у него паттерн есть какой-то. Один раз вниз, один раз вверх. Но это все ложь. У нас понадобится два раза вниз норманд, я думаю. Хватит твоей защиты уже. Мега броню надел, думаю, это самый крутой теперь. Нифига не крутой пацан. Вахты просто. Два раза вверх, потом вниз. Нет, теперь вот видите, три раза вверх стреляет. Вот все, это абсолютно родномно. И же щит на это не стоит, а вот четыре раза вверх. 95. За этого же, за сфинк стоит больше. Ну оно понятно, он нижний враг. Но в целом, рейдер-то проблемный. У него уклончивости очень много. А это, как мы понимаем, вещь нехорошая. Вот он ты. Думал, сейчас расплачу за свою наглость. К счастью, дуракам везет. Хорошо быть дураком. Порой они так и успевают выстрел сдевать пока это. Это им надо совсем близко выпускать, чтобы вообще эту возможность избавиться. Тихий бокс побольше, чем мне кажется. А, еще 75. Тут лошара. В общем-то да. Бесмотря на всю свою сложность, с ней относительно того не стоит. Возможно может подумать в враге. Помимо сфинкса. Лянки того не стоит. Баранчик, наверное, того стоит. Поскольку он хотя бы с трех ударов у него уклончивости мало. И самое важное, это кракен. Вот этот вот товарищ. Он самый хороший из них всех. Для фарма. Кракен, который на самом деле киллер. Хо-хо-хо-хо. Кубистка. Хорошо. Киллер он самый такой лучший. Среди всей этой оралы. Свлачей. Дает очень много опыта. И достаточно просто к убийству. Что вы тут делаете, а? Я не на том уровне, пацаны. А извини, собраться спускайтесь. Я не против, конечно, лишнего опыта. Но мне еще много надо. Чтобы вернулся обратно, где я был. Нет, 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 нет. С тобой больше не дерусь. С тобой не стоишь. Убежать вот из этой игры будет очень сложно. Поскольку... Стоит им только взять на свою охапку. Как все уже. Если они ближе, чем ближе монстр, тем сложнее от него бежать. Я так понял. Эта механика работает. Грязь. 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 Здесь не старые друзья, блин. Где это за грязь? Нет, 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 нет. Начистил, сволочь. О, да, 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 да. Пятнадцать штук вас, я богач. Пусти. Ух. Еще лучше подобраться. главная с тобой крепко подружить у меня поручит упадает положено зажимая кнопку и думайте не опуская может броню купить это моё бездарность плане держание счета почему-то не пустить необходимости их выручки нету порой я такие первые это выполняю как говорится лучше поберегся свое лицо нужно ровно 1500 потому что 500 еще другие уйдут на ну на покупку опыта непосредственно статов в общем на все тут надо тратиться ох что только один киллер является таким легче убиваем относительно так и без полной проблем не доставлял эти уроды всякий мерзкий потенциал мы видим а это мне сначала только доставлял проблем с первых эти промахи 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 козел пора считая одно и то же в целом платья себя щедро самое лучшее наверное это вот келлер и возможно сфинкс хотя сфинкс меня уже убивал а трейдер это вообще не делал сказать что с поднятым одни лишь уровни у меня ситуация шибко улучшится ой нет 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 он только везет от него удирать при этом улучши увидим пир что он монстр то есть целом ой вот че щит опустил сейчас как почему к причине а посмотри там записи правильная кнопка пускаю держать его вечно вполне возможно я с тобой похвалу я тебя не хочу на тебе умирать и не умру товарищи появились пару раз и все нет ты 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 с тобой наш разговор короче это видимо нам поэтому дают все эти портретные съемки этих монстров чтобы я заранее мог норк нажать и пытаться удрать от них что щедро весьма сфинкс но он относительно свинкс похож скачь 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 ух ты почему ты опять его пустил почему это доль секунды какая происходит и совсем уверен что это это будет стоить мне жизни нужный момент скачь без �и скачь 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 Клево в кач-трюкач, а? Видите, еще не сразу бьет, бывает. Уж надо ждать этого волшебного. Мегания Дефенс. Боже. Я просто анимация в личности, мне все нормально. В случае как-то меня убивал пару раз. По голове это моя не внимательность, это надо отдельно записи вновить. Фух. Ты, конечно, много даешь, но, по-моему, да. В целом ты того стоишь, если все мучение. Ес. Еще разные штуки, все. Все, я свожусь от буши. Быстрее. Быстрее. Лучше, что-то. Найс. Еще один раз, и все. Окей, сойдет. Финальная битва со Сфинксом, блин. Самый трудно еще. Слышит. На самом деле, слабо, мало радуюсь, поскольку дальше-то легче не станется, от того, что я просто уровень получу. Бронистандартного уровня первого уровня. Но я пока и на них не накоплю. У меня анимация щита должна отсутствовать не станет. У меня анимация щита должна отсутствовать не станет. Слышит. Ух, все. Благополучно. Ух, все. Сваливая. Окей. Пламя еще можно выдержать. И заодно накопить на что-то более интересное. Поверху. Молодец. Так, да. Молодец. Чего? Так, да. Нет, выиграть у них. Гадичь. Дальше мы потеряем хпшку. А, не страшно. Отличимся. Посмотрите, какой стиль. Что весьма неплохо, поскольку дополнительные деньги не нужны. Зараза не самая опасная. Все, что не предстояло пережить, да? Мы видели, 20 хп меня не спасет. Нет, математический налог. Ну, что мы уже не видели. Вернул оттуда. Нет, на самом деле. И на север. И на юг. Почему у всех монстров радиус максимальный? У оранжевых. А? Это же самая неприятная вещь. Да, да, да. Почти выхода. Почти выхода. Почти выхода. Держись. Здесь монстры даже хорошо на статы накапливаешься. Статы не столь дорогие. И на хпшке тоже. Запустите меня. Офига себе. Последний рывок. Он трудный самый. Ох ты какой ужас. Какой факин ужас. Какой факин ужас. Господи. Прямо знает, что я тороплюсь. Игра запрограммирована. Очень умными людьми. Замечательно. В момент, когда я волнуюсь сильно. Но это меня ловить. У меня, кстати, немного осталось до третьего урна, мне кажется. Мы сейчас проверим, собственно. Он мне расскажет. А пока. Обналичиваем. Покажем. И. И. Аж два урна получили. Вот неплохо. Это я понимаю. Я заплачу. 25. И. Давай-ка еще попробуем. 25. Который на самом деле 50. Сейчас я надеюсь. Все чуть дороже. Давай еще. 25. Поскольку. Теперь мне два уровня аж посчастливо получить. 25. Еще раз. Еще раз. Я думаю, не достучу, но все равно. Да. 35. Теперь. Когда мне нужно 100 заплатить за все повышения статов. растут растут статы даст ли это нам все что надо но надеюсь промахиваться будем меньше уже что-то как видим два уровня из этих прождений по темноте хорошо чувство в чем разница статов у нас как бы не ограниченная штука распределение поэтому смысла не повышать их все я вообще не вижу как-то могли сразу деньги за все брать решили что мы как-то будем приортизировать почему не будем приортизировать я не совсем уверен поскольку цены на них повышаются чем выше мы поднимаемся но интеллект у нас увеличивается здорово 16 и отлично я кстати новую штуку не проверил что которую купил что она делает собственно в тем втором этаже и испытать ну да ладно и аккурат хватает на это и аккурат хватает на где она чем у меня не достаточно и самое что не достаточно ладно тогда зайдем на секунду без и посмотрим как нам эти статы помогли может ли нам хотя бы один удар от этих монстр второго уровня выжать 30 хп наших я очень уверен что да что понятно удара умираешь не столько мне интерес интересные другие то это это не не тоже не шутка интересно то есть снова удар убиваемая пацаны Интересно, не ровно другое. О, вот этот кат. Самый, что не из подходящих для моих экспериментов. Хочу, что ты умер хотя бы с двух ударов. То есть можешь умереть с двух ударов? Да. И это, скажу вам, приятно. То есть теперь все твари первого уровня мне должны по сути быть вообще не страшны. У меня их может такой некий безопасный гринд, если... Посмотрим, кстати, сейчас, сколько у меня очков осталось после того еще парочек. Еще уровень проверим. Если мне хватит еще на третий уровень, чтобы он вообще оптимальный. Вообще, на самом деле, я хочу еще кое-что проверить. Я хочу, чтобы нам выпал энкаунтер с охотником. Каким-нибудь со скримером. Посмотреть могу ли я с ним теперь поговорить. Поскольку 500 рублей на охот в бар или 50, сколько он стоит. Я тратить все равно не хочу. Слово за возможность с ним пообщаться. Промазал. Защита. До сих пор защита есть. Вот козел. Но теперь с такими хпшками, учитывая их прогрессию, мне, честно признаюсь, турели теперь не столь страшны. Возможно, даже у нас получится доисследовать оставшийся первый этаж. Почему сразу рисковать всем моим остальным прогрессом? Ради осмотра, так сказать, еще и не столь существенных. Когда можно как раз на третий уровень поднакопить, просто осмотрев и написав карту у этажа первого. Так. Пишет вниз на удары, я хотя даже смотреть не хочу. Просто не хочу. Заодно поднакоплен на уровень четвертый. Там уже будет хпшек 40. И, наверное, уже тогда уже, точнее, третий как раз, там будет хпшек 40. И статов больше. И в целом они, люди со второго уровня, не должны меня уже так просто убивать. По крайней мере, если не с этим самым. Если убьют не с первого удара, хотя бы, ну, не со... Хотя бы со второго. Чтобы мне хоть какие-то шансы были. Отлично. Защита у меня теперь получше стала, поскольку этот удар я профукал. Без счета. Ох, друг, друг мой скример. Где вы обитаете? Знаете, а ведь, наверное, будут монстры, которые отравляют нас. Неплохо появилось бы за этот момент заиметь антидот на себе. и с ним ходить. Потому что шураюсь я всякого. Где у нас охота? Когда не надо, они появляются постоянно. А когда надо, а фиг бросаешь. Я расстреляю крысками. Хорошо. В общем, начальный грин того стоит, на самом деле, а на второго уровня. Как показала практика, аж два уровня даются, если мы все делаем правильно. Сделать все правильно, в принципе, не столь уж сложно. Можно уже охота повстретить. Или, наверное, с первой стороны, я зря так рассчитываю, что они сразу не все раскоются. В целом, знаете, я еще подкоплю 50 рублей и пойду в бар. Пообщаюсь с ними там. Проверим, что с ними можно сделать. 95. И почти на бар. Выпьем, отдохнем, отпразднув свое трехуровневание. Как бы его назвать-то? Краш. Второго уровня. Пардон. С другой стороны, начинали-то мы с уровня нулевого, потому что технически это даже третий уровень. Поэтому мне это избивать все. Сверху, пожалуйста. Ты плен, тебе. Все хорошо. Выпивка стоит один фаербон, чувак. Побежали домой. Проверим, кстати, сколько нам осталось до этого. До нового уровня. Эчки. Покажем HRD. 600-700 очков. Хорошо. Так. Теперь хочу в бар. И попробуем поговорить с кем-то. Тут они, собственно, все обитают, как я понял, да? Никто не хочет. Вообще никто. Им еще можно к видео давать вещи. Стоп. Стоп. Ну, в целом, да. ситуация не самая приглядная. Наконец, купим фонарик. Вот, наверное, самая зафигильная броня 15 тысяч. Нет, потенем. Теперь уйдем. Сохранить прогресс, искать. И сейчас прервемся на момент буквально. Так, какой у нас план? А план у нас, это, дойти до второго этажа и посмотреть, что там. Порыскать. Да, там внутри ад. Согласен. Если там совсем жестко, заодно проверим, насколько наш второй, третий уровень повлиял на успешность борьбы с монстрами уровня ниже. Дофармить меня в следующий раз на уровне первом, сметиться этим с лохами, до уровня еще более высокого, пока я наконец не смогу. И, в общем-то, захватим новый этаж, попытаемся, потому что там прогресс, там, наверное, какая-нибудь хорошая местечка есть, если глубоко поискать. Ну и самое главное, фонарик у нас уже есть, и это здорово облегчит задачи. Нам еще 600 опыта, да, нового уровня, поэтому 600 будет, 700 будет накоплено, и по возможности, если мы задержимся, надо бы забрать что-то, вроде броню какую-нибудь купить. Поскольку я человек совсем неловкий. да, им просто анемат сочетания показываться. Цена, этот щит существует. Не проверить, носит ли эти монстры мне меньше повреждений теперь, когда это был крутой, но что-то охоты мало, честно говоря. Иос. Я, кстати, этот биологический серчер такие рублю на уровне втором, как только войду сразу же. Посмотрим, что он там делает. что это за фигня и как она работает. Поэтому метод проб и ошибы будем походу выяснять, что предметы различные делают. встречу я еще с жердя или жене это его время прошло. статок у этого этажа я просто как ни странно боюсь с портурелей в различных появлениях. Еще там какая-то мышь мерзкая летает в темноте там, в которой без Твинсворда у меня были проблемы мочить. Предугадываю такой вот нюанс. Поэтому в целом Твинсворд вместо того какого-то смех крутого секретного предмета кем я изначально считал оказывается чем-то обязательным. Фактически необходимым, чтобы спасить сохранить время и все такое прочее. Поскольку за час три эти уровни нормальных так штаты предметы стандартные пировка включая фонарик это вещь неплохая я считаю. Да, жевелый в этот раз не появился. Недо эфир с ним. Не ошибка и хотелось. Тихо. Главное в лицо не прыгать. Особенно монстр более крутого уровня. Так. Вниз. весь смысл вот этой конструкции надо здесь ориентировать чтобы нужен фонарик но без фонарика нет. В общем игра приручает изначально к нужному грайдингу. Я красного стока спасите. Теперь меня разворачивать не будешь конечно же. Попроб поболтать. Алло. не знаю что я с тобой разговариваю. Блин. Да она в яму надо запомнить. А я запомнил просто не обратил внимания зачем-то. Я считал недостойным. Тогда мне нужно в следующий раз так уходить очень-очень-очень-очень печально. Могил ходить по геагенали все было бы чуть проще. Но ненамного. Буквально на чуть-чуть. Самым потерять просто так мне не нравится. когда интенсивная после лестницы наличие монстров сразу видно и как чего-то важного тут это самое количество будет увеличиваться все отбрасывает то что мне внешнее оружие место самое приятное аж все стоят тут все ждали меня стил не на половину уже накоплено на новый уровень хочется рисковать своей жопой без всякой на то мысли или причины достойны внимания хочется и все как же без риск и обсудим а б как салф-парке на этих ранних кабанчиках набрать все самое топовое учитывая то что тут опыт не уменьшается с каждым уровнем процесса получения там понятно числа более высокие куда собрались парашек подойти ближе все равно вам не доверяй козлам при полной снова удар до сих пор убивать и стоя в общем моего времени так там дорогу ближе к выходу поэтому мне лучше находиться лишь выходу привет кейлер у тебя милые еще раз так мило как будто кейлер неправильно написано ну небольшое улучшение наверное испытываю но ключевой слой тут небольшие пик не отметить предыдущий раз был сейчас зайду в комнату а из нее один выход и будет не беда кстати я с камер перейдеть куда идут известны были чтобы съесть дверь тут с тобой я не хочу вообще драться сейчас никогда что-то у тебя остатки намного круче чем даже кажется а ее надо интересно и время больше применять надо я это дать буду испытывать только на этих можно их повернуться хорошо это дверь не в одну сторону окей давайте попробуем применить по 178 так я не совсем верен сколько у меня ну в общем то вещь прикольная наверно показывает то что 178 легко пробиваю в целом не совсем понимаю что это мне все дает дополнительные статы остальные у них видимо статы дефолтные которые но нет не индексирует дырка 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 это плохо я кстати на нижний этаж не упал ладно к дырке ходить не буду дырки я не люблю как что это у нас тут вырисовывается так вырисовывается в новую чардж вас легче должно быть убивать у меня надо уровень собрать тут утрененько бить я буквально пару уровней посмотрю и все но плавно щит не сбивать ну что вообще ниже ниже давай Да, эти до сих пор весьма проблемные уничтожения. Боже. Порой мне персонаж не атакует просто, банально. Что у нас тут есть? Ага, масса комнат. Просто масса, масса, масса комнат. Иди же, подбирайся. Я это запомню и на выход пока пойду. Если угодно, конечно, убегаю. Самый пиосканер дает удивительно мало. Офига себе, а что у меня щит упал? У меня реально он упал. Он просто промазал, видите? За этим надо посмотреть, особенно серьезно. Уже не стоит в запас тут находиться. На самом деле, их упалкается сюда. Тебе вверх. Пока я надеюсь на что-то накопил. Более-менее интересное. Собак, келлер. Я думаю, у тебя дружбанная. это оказывается такой вот не знал не знал 666 какой-то бонус не полагается такого ловкое ровное число нет кто-то пошли на выход тупики это вещь такая пустили все эти приключения используя в целом не просто надо каким-то образом убивать я не знаю можете за кадром еще уровень по фарму за этих эгасия недолго играл песню твоя судно что уважает и мне уже пора уважать охотником в том числе со мной общаться по крайней так пида уже не страшно мне тогда я понял что интересного дырки нету нажать что-то интересно возможно не даже был имело смысл падать в целом есть там посмотрим требования еще одного уровня и сами печени столь высокие то за кадром его пофармливал чтобы наверняка и тогда уже возьмешься за настоящее исследование второго этажа сейчас мы только взглянули там двери и много дверями наверняка страшные лазеры страшных лазеров я не люблю там еще один лазер на ножка бегает виде монстра до сих пор это самый не убивал его несмотря сколько он опыт дает весь много целом не надо еще пофармить плохо что в игре ну это специфика жанра есть гривенки по монстрам промахиваюсь даже с мощным оружием все проблемы со стандартным оружием если я без него ходил был бы еще проблем лучше по моему переросли фонарик и возможно его узнать уже отработали схему как нам работать по ходу игры начала меч 1500 авто фонарик статы а дальше посмотрим как игра продвинется есть меча нам хватит на долго чтобы он был ну вам сказать свою эффективность более-менее теряет хотя 45 удара на монстр второго уровня неплохо до уровня 6 поэтому все еще впереди с первого удара зараза может такой стандартный фигак монстр который там на 100000 хп бьет это нужно уже эти лори предполагал что он существует только чтобы когда бежишь к выходу тебя хорошенько под фигачить хорошо 1095 идем доктору наверное золото давай мне мои хп вот 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 я перетратил а что ты меня еще раздираешь их стой хватит хватит сдирать мне деньги я немного еще потратил на него а переоценил необходимость упс ну да ладно кстати частоты и не шибко дорого стоят в начале кажется все тихим а да мне надо просто 150 тратить что ты вообще пошел на растраты полные Потому что сто это надо было Потому что я два уровня получил Упс Потратил лишние 100 рублей Но, как видим, не столь страшно IQ, что нам все это дает Да и не имеет значения по ходу игры Все это будет увеличено Таком как надо Червяк же ему умнеет И пока что он самый успешный наш скример Ну-ка Дожду концу Что это? Ёпыгерят Статы выглядит неплохо Дача аж повеличилась Армор класс у нас ноль, правда Такой себе Первый класс, HP 40 В общем, да Кредитов 761 Неплохо Проверим, что мы можем на это купить На что нам стоит копить в целом Броню, да? Гель до лица от броня, интересно Тыквенная башка от броня, интересно Шолдергартная от броня Армщилд Это нолькая броня Угу, угу, угу И тут как за скелет туман Броня, наверное, такая Наверное, самая мощная, самая крутая Сиду скрин Лайдматер Что такое лайдматер? Фокбол, сквашбол Какие-то мячики Какой-то Вот мне интересно, что он делает Сенсор Биологический поиск Понятно, он нам хп дает Статы, которые, в принципе, бесполезные вещи По сути Бывает маппер Еще такое Белопытное Блинчик Блинчик, по-моему, это лечащая лечилка Или это Pancake То есть Сковорода Пирог То есть Это оружие, наверное, тоже сковорода Стандартная Так что посмотрим Разница между жизнью и смерть Как говорится В целом броня Броня начинается от 1000 Где-то рублей То есть На нее подкопить Буквально со следующего уровня Что я и сделаю А пока На наших руках Весьма неплохой такой ран И стоит Признать, что Да В общем, будем, да Держаться в курсе событий И продолжать приключения Чиро и Каджима Самого успешного Пока из всех скримеров В следующем выпуске Мы получим уровень Пойдем на второй этаж И начнем мы уже в Губинулу Заходить На свой страх и риск А пока До встречи